Добрый вечер. Продолжаем наши занятия по книге «Воикра». Идельный раздел Торы к Тушим, 19 глава, стих 18. «Не мсти и не храни злобы на сынов твоего народа. Люби ближнего твоего, как самого себя». Вот мы дошли до этого известного очень стиха «Веавтал и Реха Камоха, возлюби ближнего своего, как самого себя». Стиха, о котором Раби Акива сказал «Зек вальгадоль бетура». Это основополагающее правило в Торе, то есть правило, совсем неправильный перевод на русский язык. Клаль – это общее правило, то есть это то общее, которое включает в себя частность. Это имеется в виду. То есть из этого общего утверждения выходит целый ряд важных частных принципов, законов, на которых строятся заповеди Тор. Так сказал Раби Акива, вещь эта очень известная, вместе с тем конкретное содержание этой заповеди довольно трудно определить. Я нажимаю на слово «конкретное», потому что мы говорим здесь не о декларативном содержании этой заповеди, всегда нужно различать. Есть много лозунгов замечательных, которые люди воспринимают на уровне лозунгов, деклараций, но безусловно не имеют в виду их практическое, реальное применение. Но мы говорим здесь о заповедях Торы. О заповеди Торы, они прежде всего требуют именно их практического применения, реализации на практике. Так что конкретно сказано здесь? Если я должен полюбить ближнего своего, как самого себя, скажем, если я отправляюсь сегодня в магазин, чтобы купить себе пару туфель. Очевидно, что в этом поступке, покупке пары туфель, есть акт любви к самому себе. Если бы я себя не любил, то ходил бы по сей день в старых стоптанных туфлях, потому что если я себя не люблю, так жалко тратить деньги на того, кого не любишь. Значит, если я покупаю туфли, то я здесь проявляю акт любви к самому себе. То есть Тора требует от меня любить ближнего так же, как я люблю себя самого. Это значит, что я должен купить пару туфель и всем остальным ближним тоже. Я сейчас не говорю о том, хватит ли у меня денег на то, чтобы купить туфли всем ближним. А предположим, если бы у меня не было этого ограничения, была бы у меня возможность, всем своим ближним, предположим, ближних у меня было бы не так много. Значит ли, что покупая туфли себе, я должен купить туфли всем остальным своим ближним? А если нет, то как понимать то, что написано здесь? Как к этому относиться? Прежде всего, посмотрим, что пишет в своем комментарии Ктория об этом стихе Рамбан. Смысл вот этих последних слов в стихе, подчеркиваю, это последний, потому что начало стиха, оно достаточно просто понимается. Не мсти, не храни злобы на сынов твоего народа, люби ближнего своего, как самого себя. Вот эти последние слова, требования, как самого себя, следует понимать, как явное преувеличение. То есть, не может быть, чтобы Тора требовала здесь, как самого себя. Но если так, что это значит? Что это тоже декларация, просто лозунг? Прежде всего, почему, утверждает Рамбан, что нельзя понимать это, что следует понимать это, как преувеличение? Ибо сердце человека не в состоянии примириться с предписанием любить ближнего, как самого себя. Более того, продолжает Рамбан, сказано в Талмуде, что уже пришел рабе Акива и научил. Написано в другом месте Торы, в Ихай, Ахиха и Мах. То есть, из-за этого он делает вывод, пусть живет твой брат с тобою. Сделал отсюда рабе Акива вывод. Хаеха кодмим лихаей хаверха. Что означает, что твоя жизнь важнее жизни ближнего. Итак, Рамбан привел два аргумента. Два аргумента в пользу своего утверждения о том, что вот это требование, как самого себя, это преувеличение. Первый аргумент – практический. А именно, человек не способен любить ближнего, как самого себя. Не способен. Если мы только снова уходим от лозунгов, деклараций и душесчипательных фраз, то реально человек, безусловно, прежде всего любит себя, и никого другого он не сможет полюбить, как себя самого. Весь мир человек воспринимает через самого себя. И все отношение его к остальным людям – это через самого себя. Поэтому совершенно нереально для человека любить других, как самого себя. А нам очевидно с другой стороны, что Тора не предъявляет к человеку нереальных требований. Это первое. Первый аргумент Рамбана. Второй аргумент – непрактический. Второй аргумент – это уже принципиальный. А именно, с точки зрения принципов Аллахи, человек на практике должен предпочитать свою жизнь и свои интересы интересам других людей. Имеется в виду, конечно же, в рамках закона. О чем здесь идет речь? Есть известное очень место, откуда Рамбан знает, что действительно у нас есть вот такой принцип. И это общий принцип Аллахи. И не может быть так, чтобы Тора здесь, требуя любить ближнего, как самого себя, противоречила общему Аллахическому принципу, противоречила другим своим законам. И Рамбан имеет в виду очень известное место из Талмуда в трактате Баумицыя. Там Талмуд моделирует следующую историю. Двое идут по дороге. В распоряжении одного из них фляга с водой. Одного. Это не общая фляга. Фляга принадлежит одному из них. Условия таковы. Если они оба будут пить воду из этой фляги, то оба умрут. А они умрут от жажды, потому что до ближайшего населенного пункта еще далеко. И в сосуде воды недостаточно для двоих. Поэтому, если будут пить оба, их ждет неминуемая смерть. Но если только один из них будет пить воду из фляги, тогда он дойдет до населенного пункта. Вот как хозяин фляги должен распорядиться своей водой. Бен Патора учил. Лучше пусть оба пьют воду из фляги и умрут от жажды. И таким образом, ни один из них не станет свидетелем смерти своего товарища. То есть, по крайней мере, чего мы этим достигаем, что ни один из них не увидит смерти своего товарища. И это мнение было, очевидно, принятым, единственным, пока не пришел рабе Акива и стал учить. Ведь сказано в Торе, чтобы твой брат жил с тобой. То есть, ты должен приложить все усилия для того, чтобы поддержать жизнь твоего брата. Чтобы он жил, но чтобы он жил с тобой. Значит, нет требования поддерживать жизнь брата, если для этого человек должен пожертвовать своей жизнью. Отсюда сделал рабе Акива вывод. Стало быть, твоя жизнь важнее жизни ближнего. И как это выясняется в других местах. Это касается не только жизни. Это касается жизни и всех жизненно важных потребностей человека. Всех материальных потребностей. То есть, если для того, чтобы помочь ближним, скажем, есть очень важная митцва. Возвращение пропаж. Если я вижу, что на улице лежит какая-то вещь, и я могу найти человека, которому она принадлежит, то Тора обязывает меня поднять эту вещь и потратить усилие на то, чтобы вернуть эту вещь владельцу. Но если исполнение этой заповеди будет сопряжено с тем, что я потеряю, например, в результате я не смогу прийти на работу, и у меня вычтут из зарплаты, и у меня нет возможности никаким образом решить этот конфликт, либо человек потеряет свою пропажу, либо я потеряю свою зарплату, то я освобожден от этой заповеди. Почему? Ну, по тому же самому принципу. Прежде всего, твоя жизнь и потребности имеют приоритет по отношению к жизни и потребностям твоего ближнего. Это тоже самое заповедь Задаки. Человек обязан давать Задаку помощь бедным неимущим при условии, что у него самого хватает на жизнь. Но если в результате того, что он будет помогать неимущим, у него у самого не хватит на жизнь, то он освобожден от этой заповеди. Он не обязан давать Задаку в этом случае. Почему? Тоже самый принцип. Выхай, ахиха, имах, хаеха, кодминла, хаеха, верха. То есть твоя жизнь важнее жизни твоего ближнего, и потребности твои имеют приоритет. Их следует удовлетворить прежде, чем удовлетворяются потребности ближнего. Исходя отсюда, Рамбан говорит, если мы понимаем хорошо этот принцип, который освучил в Толмуде Рабиакима, то в соответствии с этим принципом нельзя понять требование Торы здесь «Люби ближнего своего как самого себя» буквально. Безусловно, не как самого себя. Удовлетворение потребностей других, ближних – очень важная вещь. Но только после того, как удовлетворены потребности самого человека. Если так, то как же отнестись к этому требованию? Как его понимать тогда? Конечно же, мы не станем говорить, что это просто преувеличение и красивый лозунг. Но не имеющий в виду… Нет. Посмотрим, как Рамбан определяет эту заповедь. Если эта заповедь записана в Торе, у нее должно быть содержание. Каково? Рамбан в книге заповеди, в Митсвотасе, повеление, 206-е повеление, пишет так. 206-я заповедь – это повеление любить друг друга. Как мы любим самих себя. Что значит? Любить и жалеть других. Их имущество, их, их имущество, и все, что им дорого, в той же степени, как мы любим и жалеем самих себя и свое имущество. И все, что мы желаем для себя, желать для них в той же степени. И все, что мы не желаем себе или же своим друзьям, точно так же не желать для других. И об этом его речении, да будет он провознесен, люби ближнего своего, как самого себя. Что же означает это требование? Любить ближнего, как самого себя, пишет Трамп. Безусловно, у него есть конкретное содержание. Но только на уровне конкретики эта заповедь не обязывает меня сделать что-то для удовлетворения потребностей ближних на том же уровне, на котором я удовлетворяю свои потребности. Нет. А что оно обязывает меня? Желать. Желание. Вот что такое любовь здесь. Посмотрим еще раз, как Рамбом пишет. Все, что мы желаем для себя, желать для других. В той же степени. Не просто желать для других, а в той же степени. Вот где проявляется это требование, как самого себя. Все, что не желаем себе или же своим друзьям, точно так же не желать для других. Любить и жалеть других их имущество. И все, что им дорого, в той же степени, как мы любим и жалеем себя самих, свое имущество. Значит, вопрос, который я задал с самого начала Если я отправляюсь в магазин покупать пару туфель Для себя Безусловно, из любви к самому себе, любимому Значит ли это, что я должен купить туфли и своим ближним? Ответ – нет Не обязан покупать туфли всем любимым Но это означает, эта заповедь требует от меня Чтобы так же, как я хотел бы Чтобы у меня была пара новых туфель на субботу Так же я хотел бы, чтобы и у других были тоже туфли На уровне желания камоха На уровне желания, как самому себе Все то хорошее, что я себе желаю Я должен желать другим Но удовлетворение потребностей Здесь есть иерархия Сначала мои потребности, только потом потребности других В другом месте, это уже не книга заповедей Это Вилхо Деод То есть в законах о нравах Рамбам пишет так Каждый человек обязан любить других евреев, как самого себя Как сказано Люби ближнего своего, как самого себя Поэтому Что это конкретно обязывает Каждый должен говорить о людях хорошо И жалеть их имущество, как если бы это было его имущество И хотеть, чтобы их уважали Так же, как он хотел бы, чтобы уважали и его А тот, кто возвышается за счет унижения других Не имеет доли в грядущем мире В общем и целом, Рамбам здесь не отходит от того определения Которое он дал в книге заповедей Но прибавляет здесь несколько нюансов Первое К тому, что основное, как мы сказали Что он должен Жалеть других людей их имущества Как если бы это было его имущество И хотеть, чтобы их уважали Так же, как он хочет, чтобы уважали его Это то же самое А новый нюанс, который появляется здесь Каждый должен говорить о людях хорошо Вот здесь появляется, пожалуй, первое Первое практическое требование Что же сделать для того, чтобы любить Ближнего, как самого себя Рамбам, ты любишь, когда о тебе отзываются хорошо? Ты любишь, когда тебя хвалят? Ты получаешь удовольствие, когда тебе говорят комплименты? Да, конечно Так вот, научи сделать то же самое По отношениям к другим Отзывайся о других Хорошо Говори о них Хорошо Хвали их Это То, что требует от нас Это заповедь Люби ближнего своего, как самого Себя И, наконец, Рамбам дает пример Нарушению этой заповеди Здесь только подчеркнуть То, что называется Битумец ватасе Есть у нас запреты И нам понятно, что такое нарушение запрета Сказано Не делать никакой работы в субботу Человек, который Включил зажигание в машине И Нажал на газ Он нарушил запрет Делать работу в субботу Сказано Не есть Свиного мяса Человек, который Ест свиную отбивную Он нарушает запрет Здесь мы имеем дело с заповедью Повелительной заповедью Митсватасе Можно ее не выполнять Если Тора говорит Что каждый день необходимо накладывать тфелин А человек, который не наложил тфелин Он Эту заповедь Не выполнил Но Здесь мы говорим про Битумец ватасе То есть нарушение Когда человек делает действие В результате которого Заповедь явно оказывается Не выполненной Или ее невозможно выполнить Так вот Пример Подобного действия Рамбом тоже приводит Именно Тот, кто возвышается За счет унижения других То есть когда человек Возвышает себя В глазах Окружающих За счет унижения других Например, когда он В своем рассказе Ставит свое поведение Против поведения Другого человека Который В подобной ситуации Повел себя хуже И на фоне Того другого человека Который плохо себя повел Мое поведение Выглядит Благородным Героическим Праведным Честным Я не знаю каким Вот это Конкретный пример Нарушения Заповеди Любить ближнего Как самого себя Ты хотел бы Чтобы такое было Ты хотел бы Чтобы кто-то Возвышался За твой счет За счет Твоего унижения Конечно Нет Следовательно Так же Как ты хотел бы Чтобы уважали тебя Желай Чтобы уважали Другого человека Но если ты Возвышаешься За счет унижения Других людей То тогда Это явное нарушение Твоего унижения Мы начали с того Напоминаю Что Рамбан Писал Что смысл Вот этих самых Последних слов В стихе То есть Как самого себя Это явное Преувеличение И он объяснил Почему Во-первых Потому что Это нереально Во-вторых Противоречит Галактическим Принципам Значит ли это Что Рамбан Остается С пониманием Того Что это просто Преувеличение Конечно нет Вот что он сам продолжает Вслед за Рамбаном Не будем забывать Что Рамбан Живет намного позже Рамбан И он Хорошо-хорошо Изучил Содержание его книг И пишет Рамбан так Но предписание Торы Заключается В следующем Человеку Предписывается Любить И желать Блага Своему ближнему Во всем Подобно тому Как он любит И желает Всяческого блага Для себя Возможно Возможно Поэтому Сказано в Торе Здесь Рамбан Входит в Непростое Уточнение С грамматической точки зрения Написано Это заповедь В оригинале Звучит так Вэавта Лэ Рэха Камоха Но не написано Вэавта Эт Рэха Камоха В чем разница Если было бы написано С точки зрения русского языка Он Дательный Иными словами Если бы Тора Требовала Полного уравнения Того Чтобы человек Заботился бы О потребностях Другого человека Так Как он Заботился бы О себе То Тора Употребила бы Винительный Поддерж Люби Кого Своего Ближнего Как самого Себя Но поскольку Речь не идет Об этом А речь идет Только О том Как определил Рамбан То есть Желание На уровне Желания Ими словами Рамбан Здесь Соглашается С формулировкой Рамбан Человеку Предписывается Любить И желать Благо Своему ближнему Во всем Подобно тому Как он любит И желает Сеческого блага Себе А вот здесь Вот более Подходит Как раз Ты дательный Поддерж Желать Кому Желай Ближнему Того Что ты Желаешь Самому Себе Именно Поэтому Тора Пишет Ваавта Лереха Комуха В дательном Поддержи То есть Проявляй Любовь К ближнему Твоему Таким Образом Слово Лереха К твоему Ближнему Тем самым В этих словах Тора Приравняла Здесь Любовь Человека К себе И его Желание Стремление По отношению К самому Себе И к другим Людям Ибо Ибо Порою Ромбат Здесь Подчеркивает Что Это Требование Желать Другому Того Что я Желаю Самому Себе Оно Касается Всех Областей Ибо Порою Человек Проявляет Любовь К другому Человеку Только В некоторых Отношениях Например Он Желает Ему Блага И Богатства Если Спросить Меня Хочу Ли Я Чтобы Равин Такой Имел Б Много Денег Да Конечно Я Ему Это Желаю Хочу Ли Я Чтобы Равин Такой Жил Довольный Счастливый Удовлетворенный Жизнью Да Конечно Желаю Ли Я Чтобы Равин Такой Это Был Умнее Меня Еще Чего Это Вот Это Уже Нет Как Это Стоп 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 Я Должен Быть Самым Умным А По Поводу Знаний Желаю Ли Я Эту Муравину Чтобы Он Знал Больше Чем Я Конечно Нет Я Должен Быть Самым Знающим Самый Умный Это Я Самый Знающий Это Я Бывает Конечно Так Что Оказываются Более Умные Люди Чем Я К сожалению Бывает Так Что Оказываются Люди Более Знающие Чем Я Что Делать Такова Жизнь Но Желать Этого Вот Это Как раз И требует То Чтобы Ты Желал Другому Всего Того С подчеркиванием На слово Всего Жирным Шрифтом Что называется Всего Того Что ты Желаешь Тебе Во всех Областях И чтобы Он был Самым Умным И чтобы Он был Самым Знающим А не Просто Благополучие Или Денег Например Он желает Ему Блага и Богатства Но не Мудрости Но если бы Человек Всецело Любил Своего Ближнего Если бы Действительно Это была бы Настоящая Любовь Он желал бы Чтобы его Любимый Друг удостоился И богатства И имущества И почета И знаний И мудрости Однако Как правило Человек Не хочет Чтобы его Ближний Сравнялся С ним Самый Мугой Как-то Чтобы он Был умнее Меня И даже Просто Хотя бы Не умнее Меня Просто Такой же Как я Одно Понимание Того Каким образом Человек Может Нарушить Заповедь Любви Ближнему Как самому Себе Завистью Ведь Что Зависть Это Ревность По отношению К человеку Который Обладает Каким-то Преимуществом Если Я завидую Кому-то Что он Знает Больше Что он Так много Знает То тем Самым Я нарушаю Вот эту Самую Заповедь Дело Не только В том Что Зависть Вообще Это Отвратительное Качество И так Даль Здесь Само Вот это Чувство Зависти Которое Испытывает Человек И есть Нарушение Заповеди Любить Ближнего Как Самого Себя Ведь Если Я Его На самом Деле Любил То Я Не Завидовал Его Знания Я Наоборот Радовался Тому Что У него Так Много Знаний Напротив Человеку Следует Любить И Желать Своему Ближнему Всяческого Блага Подобно Тому Как Он Желает Для Самого Себя И Не Ограничивать Свою Любовь К Другим Людям То Не То Как Люди Готовы Любить Ближних В некоторых Областях Ограничивать То есть Желать Им Может быть Благополучия Желать Им Здоровья Желать Им Денег Желать Ещё Что Нибудь Но Не Конкуренции С Самим Собой Этим Объясняется Сказанное О Йонатане О Его Любви К Давиду Ибо Он Любил Его Как Самого Себя Вот У нас Есть Пример Танахи Такой Настоящей Любви Написано О Йонатане Кто Такой Был Йонатан Йонатан Был Сыном Первого Царя Израиля Шауля А его Другом Был Давид Следующий Второй Царь Израиля В какой-то Момент После Того Как Шауль Уже Был Царем Израиля Всевышний Решил Что Он Не годится В результате Слабости Которую Тот Проявил Он Не годится Быть Царем Израиля И в этот Момент Пророку Шамуэлю Было Повелено Идти В город Бейтлехем В дом Ишая И там Помазать На царство Будущего Следующего Царя Который Заступит На царство После Того Как Шауль Освободит Это место Им Был Давид Давид Который Был В самых Дружеских Отношениях Сыном Царя Йонатана Понимал Ли Йонатан Что Выбор На самом Деле Между Ними Стоит Очень Остро Или Или Либо Если Царь Шауль Продолжает Быть Царем То Ему Будет Наследовать Как Законный Престол И Наследник Он Сам Йонатан Либо Царем Станет Давид И Тогда Йонатан При Всем Желании Царства Ему Не Видать Здесь Между Ними Как Раз Вот Это Жестокий Выбор И Йонатану Становится Понятно Что Следующим Царем Станет Давид Естественно Его Должна Была Как Любой Человек В этой Ситуации Нуж Было Испытывать Жуткую Зависть Ведь Давид Забирает Пусть Не по Своей Инициативе Может быть Но в Конечном Итоге Провидение Забрало Царство У Йонатана Принца Крови И Наследника И Отдает Это Царство Другому Человеку Давиду Но Пророк Говорит Ибо Он Любил Его Как Самого Себя Поскольку Он Искренне Искоренил Чувство Зависти Своего Сердца И Сказал Давиду И Ты Будешь Царствовать Над Израилем А Я Буду Вторым После Тебя Вот Здесь Вот Мы Видим Это Настоящее Проявление Что Означает Любить Ближнего Своего Как Самого Себя Говорит Роман Посмотрите Пророк Нам Сам Здесь Раскрывает Содержание Этого Понятия В чем Это В том Что В словах Йонатана Мы Не Видим Никакой Зависти Наоборот Так же Как Он Радовался Бы Своему Достижению Если Бы Его Назначили Царем Точно Так же Он Радуется Когда Царем Всевышний Назначает Давида Его Друга Он Не Только Не Чувствует К Нему Зависти Он Не Только Не Чувствует Себя Обойденным И Обиженным А Наоборот Он Радуется Этому И Он Говорит Давиду Прямо Открытым Текстом Я Знаю Ты Будешь Царствовать Над Израилем А Я Не Только Что Не Буду Подкапываться Под Тебя Не Только Что Не Буду Бороться Не Буду Качать Права Наоборот Я Буду Тебе Служить Я Буду Тебя Второй В общем И целом Мы Видим Что Подход Рамбана К Определению Этой Заповеди Такой же Как И У Рамбана То есть Заповедь Возлюбив Ближнего Своего Как Самого Себя Вот В этом Аспекте Как Самого Себя Полное Приравнение Себя К Другим Исполняется Только На Уровне Желания Рамбан Только Здесь Прибавил Заострил Наше Внимание На Том Что Заповедь Нарушается Когда Человек Испытывает Зависть По Отношению К Другому Рамбан Говорил О Нарушении Заповеди Когда Человек Возвышается Путем Унижения Других Вот Это Первый Подход Рамбана И Рамбана Есть Еще Один Подход Это Подход Не Единственный Второй Подход Его Мы Находим В Переводе Торы На Рамбан И Рамбан И Рамбан Торгум Ионатан Перевод Ионатана Как он Переводит На Арамейский Язык Этот Стих Люби Своего Ближнего И Не Делай Ему Того Что Тебе Ненавистно Мы Видим Что Он Передает Эту Заповедь Хотя Заповедь Повелительная Митсват Асе Ва Афтел Реха Возлюби Люби Ближнего Негативно Люби Ближнего Объяснял Этот стих Это Очень Известный Рассказ Из Талмуда В трактате Шаббат Там Говорится Следующее Что Был Некий Чужеземец Который Пришел Сначала Сначала К Шамаю С Таким Предложением Я Согласен Перейти В Иудаизм Только При Условии Что Ты Научишь Меня Все Итуре Пока Я Буду Стоять На Одной Ноге Так Это Уже Стало Сегодня Нарицательным Когда О чем То Хотят Сказать Коротко Очень Коротко И Лаконично На Одной Ноге И Человек Этот Не Был Шутом Это Не Было Просто Издевательством Он Хотел Чтобы Мудрецы Определили Ему Квинтэссенцию Торы Можно Ли Выразить Всю Тору В Нескольких Предложений Столько Сколько Можно Сказать Пока Человек Стоит На Одной Ноге Вряд Ли Обычный Человек Просто Больше Минуты Написано Шамай Вытолкал Его За Дверь Строительным Оршином Который Держал В Руке Шамай Вытолкал Его Не Потому Что Он Заподозрил Его В Насмешке Видим Здесь Одна Любопытная Деталь Вместо Того же Просто Написано Вытолкал Его И Не Сказано Что Вытолкал Его Метелкой Строительным Оршином А он Что Работал Каменщиком Или Инженером Нет Конечно Нет Деталь Это Говорит Вот О чем Понимание Шамая Было Что Тора Это Строение Строение Всегда Крепость Этого Строения Зависит От Фундамента Он пытается Услышать Суть Торог Ее квинтэссенса Можно Ее Определить При условии Что Потом После того Как мы Говорим Вот Это Общее Правило А вот Теперь Нужно Идти И Учить Все Все Те Конкретные Части И Частности Этого Самого Общего Правила Которые Из него Истекают И Любая Попытка Ограничиться Только Вот Определением Сущности Так что А потом На основе Этой Сущности Я уже Сам Должен Понимать Есть у меня Формула Вот я По этой Формуле И буду Действовать Не 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 В коем Случа Нет Все Эти Формулы Это Обобщение Мы Не Идем От Общего К Частного К Общего От Частного К Общего И Следуя Десятки Десятки Законов Торы Можно Прийти К Выводу Что Общий Знаменатель Этих Законов Вот Он То Что Тебе Самому Ненавистно Другому Не Делай Но Это Только После Того Как Изучаются Все Законы Ты Чудеземец Ты Хотел Обратного Порядка Чтобы Сначала Тебе Сказали Общее Правило Пожалуйста Я тебе Скажу Общее Правило Но Только Теперь Сразу После Этого А Вот Теперь Иди Учи Все Частности Так Или Иначе И Илель И Как И Йонатан Вместо Того Чтобы Сказать Что Суть Торы Как Говорил Раби Акива Ва Афтал Рэ Хакамуха Люби Ближнего Своего Как Самого Себя Как И Сказано В Торе Почему То Вместо Этого Илель Формулирует Фразу В Торе Несказанную Которая Напоминает То Что Сказано В Торе Но Он Ее Формулирует Именно В отрицании В негативе Не делай Другому Того Что Тебе Самому Ненавист Мы Видели Что Йонатан Так Объяснил Этот Стих Люби Ближнего Своего Как Самого Себя На вопрос Почему Почему Стих Который Мы Бы Воспринимали Да И Почти Все Кто Читал Текст Торы Воспринимает Что Это Повеление Что Это Позитив Почему Илель Вслед за Немьонатан Выражают Его Негативно В Одной Книге Описывается Как Один Известный Два Поколения Назад Равин Который Должен Был По Долгу Своей Службы Заниматься Вопросами Межконфессиональных Связей Как это Сегодня Говорят И В беседе Которая Была У него С Крупным Деятелем Христианской Церкви Тот Спросил Его Вот Известно Что В Талмуде Есть Вот Это Правило Илеля Что Тебе Самому Ненавист Другому Делать Как Это Вы Объясняете Почему Илель Взял Великий Принцип Торы Люби Ближнего Как Самого Себя И Сузил Его До Вот Таких Вот Узких Рамок Что Самому Тебе Ненавист Другому Не Делай Можно Сказать Что Этот Вопрос Почему Илель Пришел К такому Выводу Еще Давным Давно Задает Один Из Очень Важных Комментаторов Торы Марша Презор Шмуэль И Делес В Своем Комментарии К Хедуши Агадот К Трактату Шаббат Он Сдает Этот Вопрос Сказано Что Илель Научил Язычника Известному Правилу То Что Ненавистно Тебе Не Делай Твоему Ближнему Ну да Об этом Написано И в Торе Люби Ближнего Своего Как Самого Себя Но Следует Выяснить Почему Илель Перефразировал Сказанное В Торе Люби Ближнего Своего Как Самого Себя Почему Он Это Перефразировал И Выдал В Отрицательной Форме Что Тебе Ненавистно Другому Не Делай Мне Кажется Что Уместно Заключить Что По Мнению Илеля В данном Стихе Говорится Только О Запрещающем Предписании Откуда Он Это Вывел Есть Очень Важное Правило Изучение Текста И Отрывок Который Оказывается Не Совсем Ясным В чем Его Содержание Мы Пытаемся Понять На Основе Контекста То есть Отрывок В котором Место В котором Этот отрывок Или этот стих Появляется Что сказано Перед ним Что сказано После него Фон На котором Сказан Этот стих В данном В данном Случа Как раз Мы Имеем Дело С Подобной Ситуацией Сказанный Второй Стих Как Уже Говорил Рамбан Мы Затрудняемся Понять Как Это Тора Говорит Здесь Люби Ближнего Своего Как Самого Себя Когда Это Во-первых Нереально Во-вторых Противоречит Известному Закону Твоя Жизнь Важнее Жизни Ближнего И твои Потребности Важнее Потребности Жизни Ближнего Если Так Понимает Или Нужно Прежде Всего Посмотреть Контекст Что Написано Перед Этим Что Написано Ведь Это Заповедь Заповедь О любви В ближнем Написано Сразу Вслед За словами Не Мсти И Не Храни Злобы На Сынов Твоего Народа Здесь Сказаны Запреты Не делать Не мстить Не быть Злопамятным Целый ряд Все Что сказано И до И после Это Запреты Сказано Чего Какие Виды Зла Не причинять Другим И тут же Тора говорит Люби Ближнего Своего Стало Быть Это Относится К Вот Этой Самой Первой Части Стиха Они Неразрывно Связаны Не Мсти Не Злопамятствуй И Люби Что Означает Люби Подобно Тому Как Не Мсти Не Злопамятствуй То есть Это Запреты В этом Стихе Сказано Чего Не Делать А Что Такое Любить Ближнего Как Своего Себя Это Только Критерий Как Я Знаю Чего Не Делать Что Тебе Что Мне Ненавистно То Другому Не Делать Следовательно Значение Заповеди Продолжает Марша Люби Твоего Ближнего Как Самого Себя Заключается В следующем Не Причиняй Твоему Ближнему Того Зла Зла Из всего Того Что Ненавистно Тебе Но О том Что Следует Делать Добро Не Сказано Люби Ближнего Своего Как Самого Себя Делать Добро Да Конечно Должны Обязывает Ли Тора Делать Добро Окружающим Конечно Но Там Нет Требования Как Самому Себе Делать Добро Другим После Того Как Удовлетворены Твои Потребности Твои Потребности Важнее Потребности Других Подтверждением Этого Служит Сказанное В трактате Баумице Тут же Он говорит Почему Это Именно Так Разделение Между То Что Мы Разделяем О Позитивных Действиях И О Отказе От действий Это То Что Сказано В Талмуде В Баумице Твоя Жизнь Важнее Жизни Ближнего Стало Быть Получилось У нас Так Второй Подход Это Подход Тиргумьоната И Что 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 Вот Это Требование Торы Любить Как Самого Себя Оно Понимается Не как Требование Желаний То Как Объяснили Рамбам и Рамбан Что Имеется Ввиду Желать Ближнему Всего Того Что Я желаю Себе Здесь Здесь Имеется Ввиду Другое Имеется Ввиду Именно Отрицание Не делать Отказываться То есть На уровне Требований Что делать Нет Условия Как Самого Себя Но На уровне Отказа От действий Там Да Безусловно Требований Как Самого Себя Всего Того Что Ты Не Хочешь Чтобы Люди Сделали Тебе Всего Этого Не Делай Ты Другим Людям Теперь Я Хочу Вернуться К Тому Отрывку Из Трактата Бавмицея Который Сегодня Оказался В центре Нашего Внимания Вот Эту Вот Модель В которой Двое Идут По Пустыне У Одного Из Них Есть Фляга И Боливар Не Выдержит Двоих Если Оба Будут Пить То Оба Умрут А Если Один Будет Пить И Не Поделится С Другим То Он Выживет Конечно же Полученное Нами В детстве Воспитание Говорит Что Человек Должен Проявить Здесь Рыцарство И Поделиться Со Своим Товарищем Да Оба Умрут Но Зато Умрут Как Товарищи И Ни Один Из Них Не Увидит Смерти Своего Друга Когда Сам Будет Потягивать Воду Из своей Фляги Именно Так Утверждает В Талмуде Это мнение Первое Бен Патора Раби Акива Не согласился С ним И Привел Доказательство Из стиха Выхаяхиха Имах Пусть Живет Ближний С тобой А Если у нас Есть спор То Как Аллаха До сих До сих пор Все Рассуждения Строились На Понимание Раби Акива Но Может быть Аллаха Не как Раби Акива Интересно Что Вот Решение Аллахическое Вот В этой Самой Ситуации Рамбом В кодексе Аллахот В кодексе Законов Не приводит Может быть Он не считает Что Аллаха Как Раби Акива Армойши Файнштин В своем Сборнике Респонсов Игрот Муше Доказывает Что Аллаха И по мнению Рамбом И безусловно Как Раби Акива Доказать Своего Вот Какое В законах О помощи Бедным Рамбом Пишет Следующее Предписывающая Заповедь Торы Давать Задоку Беднякам Народа Израиля При Условии Что тот Кто дает Задоку Обладает Соответствующими Материальными Возможностями Следовательно Наличие Средств Это необходимое Условие Обязанности Исполнять Вот эту заповедь От Задоке В отличие От других Заповедей Торы В чем Различается Заповедь Задоке От других Заповедей Торы Ведь Другие Заповеди Торы Тоже Належат Исполнять Только при Условии Наличия У человека Надлежащих Средств Вот Если У нас Есть заповедь Арбаминим Человек Должен В праздник Суккот Приобрести Себе И Поднять Взять Четыре Вида Растений Одно Из них Даже Два Из них Достаточно Дорогие И Этрог И плод Этрога И Лулав Чтобы он Был По-настоящему Кожерный Достаточно Дорого Если у человека Нет Этих Средств Нет У него Денег На то Чтобы Купить Дорогостоящий Этрог Тогда что Тогда он Свободен Почему он Свободен Это общее Понимание Второго Называется Анус Анус Это означает Что человек Сталкивается С непреодолимыми Препятствиями Есть здесь Непреодолимая Сила Форс-мажорные Обстоятельства Которые Освобождают Его То есть Заповедь Это есть Он обязан Исполнять Эту заповедь Да Обязан Но вместе С тем То что он Ее не выполняет Он в этом Не виноват Есть Освобождение Его От ответственности Почему Потому что Он не выполняет Ее В силу Непреодолимых Обстоятельств Форс-мажор Не отвечает Это во всех Остальных Заповедях Здесь Рамбан Говорит Не так Это условие Заповеди То есть Заповедь Вообще Не обязывает Заповедь Здаки И скажем В скобочках И другие Материальные Опязанности По отношению К другим людям Эти заповеди Не обязывают Вообще Когда у Человека Нет На это Средства Для людей Которые Незнакомы С Талмудом Непонятно Масло Масляное Как По-русски Говорят Что мытьем Как мытьем Как катанием Нет разницы Разница Безусловно Есть Во всех Остальных Заповедях Обязанность Остается Заповеди Человек Обязан Исполнять Заповедь Но он Только Не отвечает За ее Невыполнение Вследствие Того Что у Него Нет денег Он Вынужден Он Анус Форс-мажор Что касается Заповеди Здаки То он Вообще Эта заповедь Вообще Не начинается И вообще Не обязывает Его Если у Него Нет Достаточно Средств На свои Нужды Откуда У Рамбама Такое Определение Конечно же Это из слов Раби Акива Выхай Ахиха Имах Как сказано Второй Пусть ближний Твой Живет вместе С тобой Это означает Хаеха Кудмин Хаеха Верха То есть Твоя жизнь И потребности Твоей жизни Наиважнее Чем жизнь И жизненные потребности Твоего ближнего Стало быть Если Рамбам Ввел Такое условие В заповеди Дзнаки Он мог его вывести Только на основании Слов Раби Акива Стало быть Мы получили подтверждение И доказательство Тому что Рамбам Пасак Что Рамбам Постановил В этом споре Между Раби Акивой И Бен Патурой Постановил Как Раби Акива Твоя жизнь Важнее Жизни твоего ближнего Раби Акива Продолжение следует... Раби Акива